Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала! Вы находитесь на канале Казаков Gamer System, то есть КГС, а меня, конечно же, зовут Андрей. Ну вот, мы начинаем играть в игру Бесконечное Лето. Это анимационная игра. Я не знаю, может, такое аниме тоже есть. Это я точно не проверил. Так, все вы по-любому знаете, что такое аниме. Я вот, например, аниме обожаю. Те, кто тоже любят аниме, поймут, в чем тут дело, что тут нужно делать. Затемнение я не убрал. Играл 18+, затемнение я не убрал. Не, конечно, я бы убрал их, чтобы там на GoTelUp смотреть все-таки это. Мужского пола я инстинкты, я бы глянул, чего бы нет-то. Каждый бы на моем месте глянул. Там нужно ввести специальный код, чтобы посмотреть на... Ну, короче, чтобы убрать это затемнение, которое скрывает голые тела. Но я не стал его убирать, так как я все-таки выкладываю в интернет. А есть люди на моем канале, которые меньше 18+, даже 16. Так что не буду убирать. Так, начать игру. Дорогой пионер, ты на пороге удивительных открытий. Перед тобой распахнулись двери самого прекрасного места в мире. Нашего любимого лагеря, Савенок. Эта смена запомнится тебе на всю жизнь. Добро пожаловать. Дорогой пионер, все помнят СССР. Да, здесь, кстати, события разворачиваются. Между пацаном много девок, короче. События в СССР, пионер лагерь. Короче, будет весело. Время засек, засек. Ну, и как всегда, ну, короче, буду вам показывать прекрасную сову. Еще покажу милую няшку. Во. Все. Милая няшечка. Ну что ж, давайте начать игру. Нет. Так. Моды, пользовательские сценарии, управление фильтрами. Что? Начать игру. Мне опять сиделся сон. Красавчик, и что дальше? Этот сон. Каждую ночь одно и то же. Но на утро, как обычно, все забудется. Может быть, оно и к лучшему? Останутся только туманные воспоминания о приоткрытых, словно приглашающих куда-то в воротах, рядом с которыми в камне застыли два пионера. А еще странная девочка, которая постоянно спрашивает. Что спрашивает-то? Ты пойдешь со мной? Пойду? Но куда? И зачем? Да и где вообще нахожусь? Конечно, случилось все на самом деле наяву. Стоило бы непременно испугаться. Как же иначе? Но это всего лишь сон? Тот самый, который я вижу каждую ночь. А ведь все это неспроста. Не обязательно знать, где и почему, чтобы понять, что-то происходит. Нечто, отчаянно требующее моего внимания. Ведь все окружающее меня здесь реальное. Реально настолько, насколько реальные вещи в моей квартире. Я бы мог открыть ворота, услышать скрип петель, смахнуть рукой осыпшуюся ржавчину, потянуть носом свежий прохладный воздух и поежиться от холода. Мог бы, но для этого надо сдвинуться с места. Сделать шаг. Пошевелить рукой. А ведь это сон. Я понимаю. Но что дальше? Что изменит мое понимание? Ведь здесь, словно по ту сторону, потрескавшегося экрана старого телевизора, который с последних сил борется с помехами и силится показать зрителям все, не упустив ни малейшей детали. Но вот картинка теряет четкости. Наверное, скоро просыпаться. Может быть, спросить у нее что-то у девочки. Ну да. Как же ее зовут? Например, про звезды. Хотя почему про звезды? Можно же спросить про ворота. Да, про ворота. Блин. Вот вы прикиньте. Короче, как я понял, пацан находится в своем сне и хочет поболтать с девчушкой, которая его постоянно зовет, но он не знает, кто она такая. Настолько реальный сон, мне бы так сном управлять. Я, как понимаю, действие происходит в России, но все-таки пионеры, все такое. А, так. Я что, я только проснулся недавно. Да-да-да. Утро. Так, что я хочу сказать? Что ты же хотел сказать? Точно-точно. Точно-точно что ты хотел сказать? Лагерь Савенок. Ладно. Читать буду очень много. Понимаете, игра все-таки организована на чтение. Буду читать просто невыносимое количество текста, и события будут разворачиваться так, как я буду действовать в игре. Посмотрим, как Казаков сможет пройти эту игру. Вот она, удивится. Или лучше про букву Ё. Моя. Хорошая была буква, как будто ее больше нет. И какое отношение буквы, ворота и звезды имеют к этому месту. Ведь если мне каждую ночь снится этот сон, который потом все равно забудется, надо искать разгадку здесь и сейчас. А вот если присмотреться, можно увидеть Магелланово облако. Пацан, ты находишься во сне, тебя спрашивают какая-то девка, а ты болтаешь сам с собой. Ты нормальный вообще? Словно попал в южное полушарие. Во сне всегда больше волнуют мелочи, неестественный цвет травы, невозможная кривизна прямых или свое перекошенное отражение, а реальная опасность, готовая оборвать все здесь и сейчас, кажется пустяком. Естественно, ведь здесь нельзя умереть. Я точно знаю, я делаю это сотни раз. Ха, это дурак сотни раз пытался сдохнуть во сне. А я помирал. Капец, представьте, летишь, вот ты вот, например, с высотки летишь вниз, ба-ба, цап землю и просыпаешься. Да я просыпался с таким сердцебием, думал, все, я реально помер. Но если нельзя умереть, нет смысла жить. Этот сучонок дал задуматься. Но если нельзя умереть, то нет смысла жить. Сука, надо запомнить эту фразу. Но если нельзя умереть, то нет смысла жить. Ладно. Надо будет спросить у девочки. Она местная, должна знать. Блин, дурак, а? Да, именно. Спросить, например, про сову. Больно уж птица странная. А впрочем, неважно. Ты пойдешь со мной? Господи, пацан, ну прекрати, ну ты че, ты стоишь сам с собой болтаешь, дурак что ли? И каждый раз надо отвечать. Иначе никак. Иначе сон не закончится. А я не проснусь. Да, давай сходим, а? Блин, а вдруг она маньяка? Не, вот вы представьте, она такая, пойдем, пойдем со мной, пожалуйста. И вы представьте, тут бац, она снимает свое деяние, а там маньяк, она стоит, ну такая, ну все, пацан, обращайся с жизнью. Все. Понимаете прикол? А если я останусь здесь? Если я останусь во сне, вы понимаете, что будет, а? Вы понимаете, я же во сне, что... Что будет, а? Я же никогда не проснусь, я помру. Лучше походу идти, как говорится, хоть какой-то, но шанс-то есть. Есть спастись из этого сна. Каждый раз так сложно решить. Что же ответить? Где я? Что я здесь делаю? Кто она такая? И почему от ответа на этот вопрос зависит так много в моей жизни? Или не зависит? Ведь это просто сон. Просто сон. Так я вышел из снаты или нет? Или я нашел что-то не так? О, клава моя. Нет, не моя. У меня побольше. Да и цвет другой. Пацан, просыпайся. Прекрати. Спи. Опачки. Порево. Порево глазеешь, да? А? А сколько лет? Леготков-то тебе? Так. Стоп. Стоп, блядь. Ха-ха-ха. Погодите-ка. Он же пионер. Какого хера? Такие компьютеры там. Вы че? Ха-ха-ха. Он же... Вы че? Че? Подождите-ка. Он же пионер. Погодите. Откуда компьютеры? Откуда интернет? Откуда... Как это? Как это, блядь? Наш... Крупно ноябр. Экран монитора смотрел на меня словно живой. А тебя не удивляет, что ты в СССРе? А и тут перед тобой стоит интернет. Экран, интернет. Ты понимаешь? Иногда мне правда казалось, что он обладает сознанием, своими мыслями и желанием, стремлениями. Имеет чувствовать, любить и страдать. Словно в наших отношениях инструмент. И он неудушевленный кусок пластика и текстолита. А я? Наверное, в этом есть доля правды. Ведь компьютер на 90% обеспечивает мое общение с внешним миром. Анонимные имиджборды. Иногда какие-то чаты. Редка Аська или Джаби. Еще реже форумы. Да вы че? Это же СССР. Какого хуя? А людей, сидящих по ту сторону сетевого кабеля, попросту не существует. Вот вы представьте. Вот может там кто-нибудь знает про СССР. Может фанатик СССР. Может кто-то там... Ну, короче, вы понимаете. Вот вы представьте. В СССР интернет. Ну, компьютер, интернет. Короче, было бы потеряно детство. Было бы потеряно наше... Вот вы понимаете, что мы сейчас уже в интернете. Мы становимся глупее, тупее. Зрение теряем. Короче, вообще беда достается мозгом. Все такое. А вы представьте, если бы... Это началось все в СССР, а? Вы представьте, какой бы был... Колонези... Был бы пи... Детство. Так. Все они всего лишь плод его больной фантазии, ошибка в программном коде или баг ядра, зажившего собственной жизнью. Слишком много болтаешь. Так. Наконец-то увидел нормальную люстру. Просыпайся, просыпайся. Если посмотреть со стороны на мое существование, то такие мысли покажутся не столь уж бредовыми. Ок, а какой-нибудь психолог наверняка поставит мне кучу заумных диагнозов и, возможно, выпишет направление в желтый дом. Че, психушка тогда называлась желтым домом? Странненько. Так. Ну. Блин, ну. Вот вы видите его? Вот он двигает головой. Сначала мута, потом прозрел и опять видит хорошо. Просыпайся. Че ты? Уже утро. Сколько? 9.43. У меня 9.43. А ты все дрыхнешь. Че ты, а? Маленькая квартирка без следов. Какого бы то ни было, ремонт или даже подобие порядка и вечно одинаковый вид из окна на серый день и ночь. Куда-то бегущий мегаполис. Вот условия моей жизни. Конечно, все начиналось не так. Я родился. Пошел в школу. Закончил ее. Все, как у людей. Поступил в институт. Где кое-как... Давай. Приобучился полтора курса. Соплюхи. Работал на паре тройки разных работ. Иногда даже и неплохо. Иногда даже получая за это достойные деньги. Однако все это казалось чужим. Словно списанным с биографии другого человека. Я не ощущал полноту жизни, а словно зациклилась и продолжал идти по кругу. Как в фильме «День сурка». Все знают фильм «День сурка». Это когда повторяется день. Вот вы представьте. Вы проснулись, вы поели, вы сходили в школу, вы пришли, вы поели, посмотрели телек, легли спать. Вы проснулись, вы поели, сходили в школу, пришли, поели, посмотрели телек, легли спать. И вот так каждый день. Только у меня не было выбора. Как именно провести этот день? И каждый раз все повторялось по одной и той же схеме. Схеме пустоты, уныния и отчаяния. Я понимаю тебя, пацан. Я понимаю. Последние несколько лет я просто целыми днями сидел за компьютером. Я тоже сижу. И ты понимаешь, мне уже хреново. Вылезай, чувак. Я тоже сейчас вылезу, пойду в больницу. Иногда подворачивались какие-то халтурки. Иногда помогали родителям. В общем, на жизнь хватало. Это и не мудрено, ведь потребности у меня небольшие. На улицу я практически не вхожу, а все мое общение с людьми сводится к интернет-переписке с анонимами, у которых нет ни реального имени, ни пола, ни возраста. Короче говоря, достаточно типичная жизнь, достаточно типичного социального человека своего времени. Эдакий обломов 21 века, что ли, ёптель-моптель, я не разбираюсь в этих. Может быть, мастительный писатель напишет обо мне роман, который станет классикой современной литературы? Или напишу я сам? А чёрт его знает. Напиши. Впрочем, нет. Чтобы себя обмануть, уж не раз пытался. Но меня не хватало даже на короткий рассказ. Изучал я и множество других вещей. Рисовать не дано от природы. Программирование надоело. Иностранные языки долгие, скучные. Любил я разве, что читать, но даже при этом никогда бы не назвал себя эрудированным человеком. Возможно, я был асом в просмотре аниме и гроссмейстером неумелых шуточек в интернете. Плати мне за это деньги, я бы обрадовался. Да и заработал неплохо, но вряд ли так просто можно заполнить пустоту в душе. Ой, какая красота, красотища, посмотрите. Снег, зима, Новый год, вна. Морозы, морозы, морозы. У меня тоже сейчас за окном снежище. Сегодня очередной типичный день моей типичной жизни, типичного неудачника. Все так типично у тебя в жизни. А именно, сегодня мне нужно ехать на встречу институтских товарищей. По правде говоря, совершенно не хотелось. Да вылезай ты из дома! Ты же так сгниешь тут! Пылью покроешься, пауками, тараканами. Да и какой смысл, если вместе с ними я отучился всего? Ничего. Однако меня все же уговорил друг, бывший одногруппник. Один из немногих, из кем я поддерживал контакт не только в интернете. Ну, слава богу, хоть не так это стало от жизни. Просто решили нам картинки показать городу, или это как он собирается идёт навстречу? Даже, по-моему, едет, если машину показали. Так, силуэт человека. Это наш главный герой, или кто? Да ладно! С бородой! Да не можешь быть, ты чё? Побрейся! Побрейся, чувак, побрейся, серьёзно говорю. Ух, это наш главный герой! Мы его увидели. Вечер, мороз. Остановка и ожидание автобуса. Я никогда не любил зиму. Впрочем, и жаркое лето тоже не моя стихия. Просто не вижу смысла выделять какое-то одно время года. Не столь важно, какая погода на улице, если ты целыми днями сидишь дома. Автобус сегодня задерживался так сильно, что я уже был готов плюнуть на всё и потратить последнюю пару сотен на такси. Совсем не ехать, мне почему-то в голову не пришло, совсем не ехать. А в мозгу, как всегда, роились миллионы мыслей, из которых совершенно невозможно выудить хотя бы одну стоящую. Такую, которую можно закончить, привести в порядок, облечь форму идеи и притворить жизнь. Может быть, заняться бизнесом, но откуда я возьму деньги? Или пойти опять работать в офис. Нет уж, иди работай, чувак, просто иди работай. Может, стоит попробовать фриланс, а ты сможешь рисовать? Да что я умею, и кому я нужен? Миру ты нужен, чувак, миру. Я тебе серьёзно говорю. Вдруг мне вспомнилось с детства. Боже мой, ну ты любишь поболтать. Ничего, поболтаем. Ну чё тебе вспомнилось? Или скорее юноша, 115-17 лет. Ну давай, продолжай, чё ты, не стесняйся, рассказывай мне. Это как раз недавно у меня было. Мне же сейчас, по-моему, как будто забыл. Короче, мне сейчас 19. Почему именно это время? Не знаю. Ты сам себе ответил, да? Наверное, потому что тогда всё было проще. А что проще-то? Было проще принимать такие сложные сейчас и такие простые тогда решения. Решения? А ты в этом уверен? Прослушаясь, с утра я чётко знал, как пройдёт мой день. Я выходных ждал с нетерпением. Смогу отдохнуть, заняться любимыми делами. Компьютер, футбол, встречи с друзьями. Я такое чувствую, как будто он реально мне отвечает. Я вот ему сейчас болтаю, а он меня это слышит и отвечает. Вы прикидьте. Прослушаясь, с утра я чётко знал, как пройдёт мой день. А выходных ждал с нетерпением. Смогу отдохнуть, заняться любимыми делами. Компьютер, футбол, встречи с друзьями. Компьютер, футбол, встречи с друзьями. Ну, давай продолжай. А я потом, когда наступит новая неделя, вновь примусь в учёбу. Нахер она тебе сдалась? Ведь раньше не возникало этих мучительных вопросов. Зачем? Кому это надо? Что изменится, если я это сделаю и что не изменится? Ты следишь, что ли, за мной, а? Простой поток жизни. Такой привычный для любого нормального человека. И такой чужий для меня теперешнего. Время беззаботного детства. Тогда же я и встретил свою первую любовь. Наконец-то! Да так ты любил, что ли? Боже мой! Фух, я думал, ты вообще компьютерный червь. Стерлись из памяти её внешности характер. Фю. Блин. Ну и чё это за первая любовь, если ты не помнишь её ни внешность, ни характер? Любовь это когда ты помнишь её внешность, характер. Как она улыбается, как она смеётся, как она плачет. Но плакать ты её даже не должен заставлять. Если ей плакать, то от счастья. Потому что от счастья она уже плачет сама. Как строчка из профиля в социальной сети осталось лишь имя. Да те чувства, которые захлёстывали меня, когда я был синей. Чувства. Так это была не любовь, а просто чувства. Симпатия, да? Не путай, чувак, не путай. Теплота, нежность, желание заботиться, защитить. Ладно. Убеждаешь меня? Жаль, что это продолжалось так недолго. А почему? Сейчас я уже с трудом могу себе представить что-то подобное. А чё, почему недолго-то? Наверное, и хочется познакомиться с девушкой. Только не знаю, как начать диалог. А чё вообще с ней заговорить? Чем её заинтересовать? Вот это точно. Этот вопрос меня тоже, сука, мучает. Да и подходящих девушек я давно не встречал. Это я тоже давно не встречал. Так, ладно. Хотя, где мне их встретить? На улице, чувак. На улице не поверишь. Выйди на улицу, посмотри. Зима, снег. Звук работающего двигателя вернул меня к реальности. Подъехал автобус. Какой-то он не такой, мелькнула мысль. А какой? На нём как бы номер не три шестёрки. Всё, но... Впрочем, какая разница? По этому маршруту ходит только 410-й. Путь в один конец. Не, ну наш чувак просто выглядит безупречно. Серебряный вулк. Нихуя себе. Вот это, видите, уфа просто огонит. Я говорю, путь в один конец, в ад. Огни пролетали мимо. Их холодный свет словно зажигает внутри давно погасшие чувства. Или не зажигает, а просто пробуждает. Ведь они уже давно живут во мне. То затихая, то просыпаясь вновь. Какая-то очень известная мелодия играла в радиоприёмнике у водителя. Но я её не слушал. Я смотрел за потевшее окно автобуса на приезжающие мимо машины. Ведь люди куда-то спешат. Ведь им что-то нужно. И прогруженные в свои дела они не задумываются о вопросах, учащих меня. Наверное, у них тоже есть свои серьёзные проблемы. А может им живётся куда легче. Знать наверняка нельзя, так как все люди разные. Или не разные. Бывают поступки человека легко предсказуемы. Но пытаясь заглянуть к нему в душу, видишь лишь непроглядную тьму. Автобус приближался к центру. И мои мысли... Преврывал яркий свет огней большого города. Соти рекламных вывесок, тысячи машин, миллионы людей. Я смотрел на это светопредставление, и мне почему-то безумно захотелось спать. Кстати, кстати, кстати. Тоже, я вот тоже постоянно за компом-то провожу время. Выхожу на улицу, иду. Столько людей, столько света. Непонятно, что вообще творится, что происходит. Столько светофоров, и сразу же начинаю зевать и спать ходить. Не знаю, может закономерность какая-то. Глаза закрылись всего на полсекунды, и... Проспал, что ли? Свою остановку? Ну, лошара. Ой. О, нам наконец-то анимацию показывают. Аниме смотрим, ребята, аниме. Эм. Чё это такое? Чё происходит, а? О, привет, красавица. Эм. Славя? О, титры пошли, наконец-то. А где музыка? Давайте я спою. Лена. Ульяна. Алиса. О, я эту выбираю. Мику. Та-рэ-пэ-пэ-пэ-пам-пам. Пам-пам-пам-папара-пам. Бесконечное лето. Ту-ту-ту-ту-ру-ту. Ту-ту-ту-ту-ру-ту. Ту-ту. Вот опеннинг и закончился. День первый. День первый пройден. Наконец-то, ебай. В глаза ударил яркий дневной свет. Нас везли в лес. И сейчас вы... Это ещё ты из маш... Из автобуса, да? Сначала я не обратил на это внимания, так как ещё не до конца проснулся. Ноги сами понесли меня к двери. Семён. Чёрт. Похоже, проспал остановку. Но двери не было. Я глядил в автобусы, потому что это непривычное мне потрёпанное, видавшее виды лес. А самый настоящий Икарус. Меня сковал ужас. Как? Что? Я умер? Меня похитили? Нет, точно не умер. Я лихорадочно ощупал своё тело, несколько раз больно ударил ладонью по щекам, сильно приложился лбом о спинку кресла. Ясно. Либо я всё ещё жив, либо на том свете. Тоже чувствуешь боль. Но как только такое могло произойти? Может быть, я спал слишком долго, и меня увезли в депо? И потом что? Пересадили на другой автобус? Я выскочил на улицу, и огляделся. Везде, куда ни глядь, бушевала зелёная высокая трава на обочине дороги, деревья, цветы. Лето? Но как же так? Только что была зима. Нестерпимо болела голова. Как будто готовая взорваться. Постепенно я начал вспоминать. Чувак, не пугай. Длинная дорога, носящая вдаль. Леса, степи, поля, озёра, вновь леса. Кажется, я спал, но почему тогда, всё помню сейчас, а потом... Провал? Какая-то девушка склонилась надо мной. Она нежно нашёктует что-то мне на ухо. Потом опять провал. И я очнулся здесь. Как же... Кто же эта странная девушка? Или она мне просто приснилась? Почему-то от воспоминаний о нем не становилось хорошо и спокойно, а изнутри поднималось приятное теплое, сходящее по всему телу. Может это быть... Это она привезла меня сюда? Тогда надо её найти. И лучше всего искать подальше отсюда. Я дёрнулся влево, потом вправо, потом становился в нерешительности и наконец побежал в направлении, откуда предположительно приехал автобус. Чувак, вот тебя распирает. Ну, короче, давайте будем смотреть вдаль. И на этом всё. Да, серии будут выходить вот так вот. По полчаса, по полчасика. И хватит. Ну что ж, дорогие друзья, игрушка мне очень понравилась, почему бы нет. Очень познавательно, поучительно, да и почитать, а то, чё я сижу просто молча за компьютером. Это... Это очень плохо. Понимаете? Вот знаете, вот у меня вот сейчас уже бомбит пукан. Я серьёзно говорю, бомбит. Вот он приехал, понимаете, он ехал, была зима, сейчас хоп, лето. Вот как он тут оказался, херу знает. А вот вы сами представьте, вот, окажется так, что вот он просто сейчас спит, мы пройдём с вами всю игру, он проснётся, пойдёт домой, опять будет задреть в комп. И какого х... Ай! Ладно, дорогие друзья, меня зовут Андрей, вы находились на канале Казаков Геймер Систем, то есть КГС. Мы проходим игру Бесконечное Лето. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь, вступайте в паблик ВКонтакте и всем удачи, всем пока, до скорых встреч!